Закрывать новых Ну, бани точнее, да, новых героев И увидим, кого же Примут решение закрывать Оники Что ж, 3-2-1 Остается у нас До старта второго матча Где команда Оник попробует Победить своих оппонентов А звали укрепить свой успех Который они смогли Захватить с самого первого матча Нам опять включают повтор У нас только что Был матч, где команды Два раза подряд пикнули одно и то же И Карина опять Опять одно и то же, невероятно У нас сегодня заколдованный день Можно попросить режиссера перемотать обратно Перемотать вперед, нажать прямой эфир Нажмите, пожалуйста Что происходит? Сначала RRQ показывают Неужели это будет сейчас Бартс, как ты думаешь? Что их остановит? Кто их остановит? Это, естественно, Бартс должен быть Но был у нас уже случай, когда команда Эхо, которая не очень хорошо отыграла В первом матче, взяла один и тот же пик И просто переиграла соперника Очень-очень жестко Сделав выводы из предыдущих ошибок Вот поэтому сейчас посмотрим Выводы делать интереснее, наверное, все-таки на свежих героях Ну ладно, посмотрим Мне кажется, они думают, кто это Да, это Бартс! Невероятно! Как мы угадали, друзья! Вот это поворот! Ну, разница только в том, что винрейты изменились Если у персонажей слева винрейты похуже стали А у персонажей справа винрейты выросли Так что будем смотреть сейчас Слушай, я с удовольствием пересмотрел прошлую игру А если это повторение именно по героям Но с новой ситуацией на карте Тем более будет классно Кая и Лесли отправляются в бан А у вас на экране появляется цитата Моба Зейна Топ-4 это хорошая цель Когда он был максимально скромным Был такой момент, он говорит Я думаю, что топ-4 было бы хорошей Его интонацию передаю Хорошей целью для нас Но, конечно, мы будем стараться делать максимум То, из чего мы способны Это вот первое интервью Второе интервью А в первых интервью и в последних Он совершенно по-другому говорит Он сделает, ага, вот сейчас ТМ-4 начинается для нас И вот это будет по-настоящему круто Мы готовы, мы знали, что мы сделаем Мы будем играть против Оник Хотим против них играть И покажем вам что-то новое Вот с такой интонацией он говорил тогда А вот то интервью, как будто его заменили, подменили Вот так, решил немножко разбавить свой энтузиазм Пока что забирается Хуфра без сюрпризов И новые герои, ребята Ну хоть что-то Появляется Чу и вновь Москов Да, Чу это что-то новое для нас Но против Кэрри Чу Сложно отыграть И я не вижу Фарамиса здесь Потому что Фарамис уничтожает Глу Но дело в том, что Ив Глу частично контрит, но не очень хорошо Как мы видели Но самое главное то, что они не могут Фарамиса взять Потому что команда Оник уже забирает себе Ив И в связи с этим Фарамис саппорта не сработает И Чикен, конечно же, в великолепности будет себя чувствовать Последний пик от Хуна Это Лилия Нестандартно довольно-таки Но на чемпионате мы ее также видели Поэтому посмотрим Небольшие изменения Но большая сенсация в первом матче Посмотрим, повторится ли она снова во втором В целом-то основа пика сохраняется Первые три слева и справа Чувствуют себя аналогичным образом Справа четыре из предыдущих героев Вновь показываются И все еще та же Кэрри в руках у команды Воли А значит, они в очень приятной позиции для себя Раскликанные герои Понимают, что делать И когда вы пытаетесь опять законтать Сейчас для команды Оник Естественно, задача пытаться остановить Кэрри Эта задача раз есть Нужно не давать Глу Как-то разгоняться Еще одна задача есть И с Глу они не справились на прошлой карте С Кэрри еще можно там как-то расценить Ну ладно Начинается второй матч И давайте посмотрим, что в этой карте покажут нам коллективы Особенно интересно посмотреть Ведь это очень сильные персонажи Которых они явно подготовили именно для этой фазы И поэтому, как они сейчас будут отыгрывать Это максимальный уровень Каждой из команд Когда команды дают сопернику играть на многом из того Что является приоритетом у соперников Очень интересно и очень вдохновляюще Команда, которая сейчас проигрывает Занимает пятое-шеестое место на этом турнире Которая выигрывает Отправляется дальше по нижней сетке И занимает минимум четвертое Счет пока 1-0 в пользу команды США Проигрывает именно серию Важно отметить Эта карта еще только вторая Из-за возможных пиццы Поэтому шансы будут Ну что, вазы немного страдают Но это так Обмен любезностями Действников пока не предвидится Работать на дистанции Грок на экспу, кстати, пошел Обрати внимание Сейчас, в отличие от прошлой игры Когда он в Ромбол Севье отыгрывает по бейтику Но не очень много урона, конечно, получается Но размениваются они немножечко по дамагу Грок в экспу у нас уже практиковался На этом турнире Вопрос в том Севье жестко играет Кстати, я не понимаю Почему он сразу Не использует станции Своей стороны Он же может сразу станции Сделать и Сделать так, чтобы Воткнуть в стенку Но он делает этот касс позже Чтобы чисто нанести урон Может что-то Может не планирует просто станет Ладно, потом Неожиданный момент Вы забудете Вы расслабитесь Я вас ни разу не станю А когда вы расслабитесь Я застаню Бац попробовал сейчас Забрать у Мобазей на крипа Но, конечно же Опытный эксперт команды Завалий не дал этого сделать Напоминаем, друзья Что Завалий Это та самая команда Биттики Которая у нас Просвязь в мире Заняла третье место Здесь Чикин очень агрессивно Играет у него нет Четвертого уровня Но Санзо он забирает Получает четверку Сейчас выходит на крипов Будет пытаться скипать Но Умирает, да Все-таки умирает Размен Эксплейнера на саппорта Ну, в принципе, неплохо Для команды Завалий Не отпустят его Так просто Само собой Но задержался И много времени потеряет Сейчас пока в таверне Посидит, отдохнет Вернется Подумает на своем поведении Появляется Черепаха И Ольники Пытаются забирать ее Четыре героя уже поблизости Москова нет И будут драться Четыре на четыре Кибой-то неплохо Продамаживает оппонентов У Куна мало КП Агрок ультует Попадает Сейчас Чупа Пытался сыграть Но у него абсолютно Ничего не получилось Черепаху забирает Команда Оник При всем при этом Возможно, они уже Не хотели драться И захотели Разорвать дистанцию Со своими оппонентами Главное забрать Черепаху А Даки Еще впереди Их много будет Они успеют Между собой насражаться Так что не проблема Но баф Это самое важное сейчас Мы видим сейчас На центре карты Прямо в реке В водичке Вот в этой Значок М4 Напоминаем, что Смотрим мы Чемпионат мира Интереснейшая команда Чемпионы Америки Против чемпионов Индонезии Впервые такой матч За все время Это важно И если сейчас Воля одержит Еще вторую победу Это уже будет На самом деле Сенсацией Но до Best of 3 До Best of 5 Там нужно 3 победы Поэтому Да, CV занимает Сейчас позиционка Проверяет косты Но Супершарк Удачно уворачивается Причем именно Бегая вперед-назад Довольно забавный момент Чу команды Оник заходит В чужой лес Встречает там Абазейна И показывает Джанглера Так как теперь Слушать лес нельзя То есть Можно раньше было Услышать звуки Атаки по крепам В лесу Даже если вы не видели героев Сейчас вот такая информация Становит еще более ценной Попробуют сместиться На нижнюю часть карты Они уже вчетвером здесь И если зайдут под вышку То шансы вроде бы неплохие Потому что Кэрри уж слишком комфортно Себя чувствует Но в результате понимают Что лучше не надо Там еще и Барт смещается И Мидер Также подключился Если бы надо было И уходят обратно в центр А вот тут втроем На двоих могут попробовать закрыть CV тоже рядом Вот Зейн неудачный Неудачный не в ту сторону Но этого возможно хватит Игра по моему бы Зейна Потрел от четырех игроков Команды Onyx И они забирают Джанглера Из Соединенных Штатов Опасно было Но и воспользовались моментом Тут же еще Иглу приходит На поддержку Кибой Потерял половину здоровья Но дальше не пойдут И возвращается обратно Черепаха Через 10 секунд Надо к ней готовиться А тут два телепорта на базу Понимают Что надо идти Восстанавливать здоровье Да Времени достаточно много Сейчас потеряет Игрок команда Onyx Заварий не пытается Атаковать Черепаху Они сосредоточены на линиях Понимая что их кэри Должна вытаскивать Именно Лейта А для этого ей нужен фарм Сейчас увидим Насколько это для нее скажется Потому что Линия все еще не очень комфортная Один на один с Московом Он ее выгоняет Москов уже седьмого уровня здесь Помним его поддержку оказывали Из центральной линии приходили И вот она попытка Черепахи Глу идет первым Понимаю что так легко его не забрать Потанчить Один в четыре Побежали Будет ли Стенка Стенка пока не поставлена Но уже готова И погибает А дальше нужно по Черепахе Черепаха все таки достается Кому команде Команде США Уже интересно Но на этом не заканчивается Они идут дальше Или все Успокоились Да решили не продолжать Но кэри пока что Конечно огромную работу делает В плане нанесения урона Ей Очень удобно пробивать Толстых персонажей По которым уроном Надо наносить Максимум именно чистого И у кэри отлично все это получается Санс как обычно ничего не боится Знает скиллы Мне интересно Принятие решения от Глу Когда он влез Увидев что у Чу закончились Скиллы На единичке на его И в связи с этим прыжки И в связи с этим Попробовал игрок из команды Завелли что-то предпринять Но не все у него получилось А вот здесь взаимная игра Чу и притягивание к стеночке От Сиви Вот таким вот копьем Которым он станет Получилось Что экс-плейнер команды Сиви погибает Важный фраг очень Хуфра прыгает Но понятное дело Что так легко колену не подцепить Супершарк остается ни с чем Возвращается обратно в центр Здесь уже Чу прыгает Под вышкой вовсю Но на саму вышку прыгать Определенно рановато будет Надо сначала ее размять кем-то Огромное отличие от первой игры Здесь у Чикина не 2-0 А 1-3-0 Ровно наоборот И уже на нем в отличие от ПНД Это делают Значительное количество фрагов Игроки соперников Получается Что немного переоценил себя Переоценил углу чуть-чуть Главное Помним Там ФБ ему досталось Там у него все хорошо Кари Решил подраться Его вылавливают Съели Выплюнули в стену И вставить стенку Проблемы очень большие У Ки-бои Сейчас нужны вот эти Кари погибает Можно еще продолжать давление Бейзик тоже Не уйдет Моба Зейн И Бейзик погибает Моментально Даблкил Еще и Супершарка Забран Минус 3 В размен на одну Кари Их это полностью устраивает Да Важные Важные киллы Для команды Оник 12 секунд до Черепахи Но это не важно Можно то что Можно попробовать Забрать Т1 На топе Да Что делает Москов У Москова 4-0 сейчас Севи Этот парень Кстати в свое время Очень много играл Именно на Москове Это один из его Супермейнов был Так же как у нас Есть игрок Который в свое время Играл это Сансет Лавр Очень много Именно на Москове До Сейчас пришел На другую линию Но Севи остается Я помню его По тому как Он в топ 1 мира Очень хороший игрок Именно на нем Забрали Черепаху Без сопротивления Поняли ребята Из команды воли Что оно того не стоит Сюда идти драться Слишком опасно И Баф уходит Коллективу Из Индонезии Теперь им надо Воспользоваться Естественно в центр Очень хочется выйти Там только два героя Остальные распределены По линиям И в лесу еще Находится Кайри Видим что сейчас Хун достаточно уверенно Защищает Свои башни Т1 на мидлейне Прочти не пострадал И ваут Т1 со стороны Синих Как раз Близко к падению Буквально один чих От крипа И башни не станет Вот если кто-то подпушит А пока опасно Высовываться Если ты подойдешь Слишком близко Тебя могут ждать В засаде Правда там мы-то Не видим что никого нет И нападение готовится Под верхнюю линию Цепляют Хуна немножко Но так легко Его естественно Не забрать Он всех хрипов Забрал там И хрипов не так И бой ищет Открывает кусты И видит кто там находится Ему не дается играть Походят 4 игрока Команды The Valley Кустамка На красный баф Сиви фрыгивает вперед Барт теряет Некоторое количество хп Но использует смайт И забирает себе Сейчас красный баф Тем временем Стрелок команды Оника Не забывает Пострелять по вышке У вышки остается треть Но хрипов не хватает Для того чтобы продолжить Файт Придется отступиться Да Ру Эксповики Оба эксповика Файты не приходили Они занимались Скипом И небольшими разборками На своем локальном уровне Но из них никто не погиб Так что глобально Ни на что это не повлияло Кэри ультует зачем-то Рано Рано очень ультует Может нажать ульту 30 секунд до лорда Успеет восстановиться Да Скорее К лорду точно абсолютно Но вот К моменту Типа такого Когда хуна Рисает вперед И ульта От хуна Используется на Выживание Но ему в принципе Достаточно эффективно Это все остается Потому что у него будут Глумы И за счет этого Он сможет Убирать баллисту Да Так и получается Попробовал Чу Зайти сзади Но очень интересный Элемент Предпринял Супершарк Он выпрыгнул из кустов В то место Куда Чу должен был Прыгать на флике И не дал сопернику Это сделать Не подпустили Лорд встает Команда Об этом прекрасно знает И готова двигаться Там уже Чу На передовой Если что Он будет прыгать Осталось только Дождаться информации И нападение есть Нужно выйти Найти для себя цепь Саму играет Супершарк Да По супершарку Но это Ой Впрыгивает вперед Сколько же урона Ну невероятно Минус один игрок Минус два Сейчас должно быть Если Покебоя доиграет Но бейсика Перекрепная ситуация Грок Впрыгивает вперед Бейсика без хп Абсолютно Но можно его добить Или нет Стенка Но урона не хватает Чикен подходит Сейчас будет ульта Чикен садит на Санса Санс использует скачок Для того чтобы отойти Чикен неудачно заходит В этот файт Минус три И команда Оник Забирает преимущество Перед Лордом Еще и Лорда Тоже можно начать Разминать потихоньку Но Чикен смотрит Пытается возможно Что-нибудь придумать Для своей команды Которая пока сидит на таймере Кэрин выходит из базы Кэрин не добили Ой Санс Санс в опасности Чикен настакается Конечно Но Лорда Забирает команда Оник Размен на одного игрока Все-таки происходит Ульта Сейчас идет От игроков команды Оник И забирает глу Ну по крайней мере Один в один размен Но Не будет конечно же И в ближайшее время Хотя на рестнице К моменту Когда крипы встретятся Все-таки Крипы выходят на сороковой Сорок первой секунде А у Санза остается Десять секунд Что дальше Нужно готовиться К осаде Команды Моба Зейну Пытается еще Как-то по крипам Поработать Но к нему уже Выезжает Лорд Сверху конечно Кэрри пытается Отпушить Но нужна поддержка Лорд всегда выходит На ту линию Которая Больше всего Пострадала У соперника Если линии Если башни Вообще не трогали Или наоборот Там не хватает Допустим Всех Т2 Тауров И все Т3 Не трогали тоже То получается Что Лорд пойдет По мидлейну Поэтому Всегда можно сказать Откуда он Откуда он Направит Т2 В это могут забрать Супершарка Моментально Бэйсик В топ можно зайти Не были наказаны Встает Лорд Бэйсик И со стороны команды Оник Это основная цель И она была достигнута Что база пока еще стоит Немного времени для себя выиграли Но поможет ли это им в дальнейшем Вопрос все еще интересный Собираются в пятером Попробуют отправиться Хотя бы на верхнюю линию Там кого-то поймать 108 секунд И за это время Нужно попытаться Что-то придумать Новенькое Потому что Защита Бесконечная защита Не поможет вам Но Рано или поздно Ты можешь перевернуть Игру тем Что ты защищаешься И потом Убиваешь игроков И проходишь Именно Именно в трон Поэтому В прошлой игре В принципе так и получилось Отзывали У них же были запушены Абсолютно все вышки А они смогли Наказать соперников За Не такие уж Значительные ошибки Плюс 4000 Оники Впереди Но до лорда Еще есть время Целая минута Поэтому Могут воспользоваться Этим Ионики В том числе Да 4000 за ними Но 16-ая минута В целом Не критично Здесь наверное Больше по опыту Какая-то разница имеется 15-ым левелам Но нужно двигаться дальше Естественно Сама база По себе не упадет И решили что нет Мы лучше вернемся На базу отдыхать Команда Воли Отправили только Одного Подпуш Они в кустах Сидят Ждут Грока Хайпус А Хуфра с Кэрри Я так понимаю Там сидят Да Посмотри Сейчас Опять Хуфра с Кэрри Да Игра сейчас По кому По бацу Очень много урона Получает Грок Отходит в сторону Грок заходит в кусты Великолепная игра По бейсику Бейсика должен умирать Но он прыгает вперед Щит Афины Срабатывает Ульта Ульта Отки Боя Чу Забирает В итоге Кэрри По сторонам Идут крипы Но файт Продолжается На Чу Сидит Сейчас Страт Чикин Мобазейн Только подходит Файт Минус 2 Сделали игроки Зевали Но что-то потеряют Они за это Нет Все хорошо Для Зевали Единственное Бейсик погиб Ну что Бейсик погиб Но опт свой уже заработал Остальные Теперь тоже должны Подтягиваться Вышка по-прежнему Стоит в центре На нее не успели Перетянуться Команда Оник Ей преимущество Падает до 1000 Считай Никакого и нет 50 тысяч У тех и у других Уже имеется И встает Лорд А двух героев Команды Оник нет Карина начинает Лорда Их меньше Но именно Команда Оник Сейчас Пытается Вывести Лорда Видимо для того Чтобы Его отвести В случае необходимости И не дать сопернику Занять хорошие позиции И продамаживать его Бесплатно Все встали Ки-Бой Немножко Просадили Ки-Бой Продолжает Тереть здоровье Нужно уходить Да Игрок Отходит На другую сторону Кири тем временем Забирает свой красный баф Мопа Зейн Наконец-то Получает возможность Вывести Лорда В ту сторону Где ему нужно Находиться Для команды Завали Но дальше Не ведет Кайри бегает Сперед назад Горок выбегает У лорда 50% Остается Бейсик подходит Сейчас Можно сыграть по лорду Но нет Чикин Отбегает Чикин пошел Садится на Ив Ив не будет в файте Ки-Бой Готов сыграть Бац На мидлейне Не познават Или подходит Игра по ки-бою Его подкидывает Чу С ультой Продолжается файт Кто заберет лорда Мопа Зейн Забирает лорда Лорда И дальше готовы Убегать Понимаешь Ну ладно Возможно Мопа Зейн не спасется Отсюда Его заберут Таки Два раза Без проблем Но лорд за ними И они готовы Зачищать хайграунд И тысяча золота Еще немножко Мне всегда было интересно Ведь можно продать Воскрешение Если ты точно Сейчас его потеряешь И купить его заново Чуть позже Можно Но видимо Не успел среагировать Либо хотя Время А так не делают Почему-то Вот в этой ситуации Мне кажется Можно было Просто механику Игроков позволяет Это делать Я думаю Что рано или поздно К этому придут Ну что ж Лорд выходит по топ-лейну Повторение ситуации Из первой игры А тут три героя В кустах Они готовы цеплять Чикина Успеют ли с ним Что-нибудь сделать Вопрос Но по крайней мере Глупо терял Свою ульту И пока что Ничего больше Сделать не сможет Выход Москова Под топ-лейн Именно там Находится лорд Хотят его Заудефать Ну лорда Сейчас быстро Заберут вновь Надо забирать Ой Москов конечно Ну по лорду Одно удовольствие Нажал кнопкой И стреляешь Там для всех сил Как из пулемета Но че Заходят кусты А вот это вот Не очень хорошее решение Может быть Но его не ловит Там все-таки Кикебой Хитерой ковари Прыжок Супершарк Остановить А будет ли урон По нему Кэрри уже пытается Настреливать Но он успел И последняя тычка Не догоняет его А тут уже Поддержка пришла И готовы драться Чикен принимает удар На себя Он там уже Бац с фланга Ставит стены Клет Кейв тоже не позволяет Чикена должны добивать Еще прыжок Бац Делает то что нужно Чикен пока живет Но недолго Крок падает Но он будет возрождаться Да Все-таки Сиби его добивает Санс очень далеко выходит Будет ли какая-то игра Ищет кибой фраги На чу Но не может добраться До своих соперников Скачка у него нет Кэрри бежит За соперником Но все-таки Хитрую Лили не догнать Далеко она ушла Не получается Ничего хорошего Для Оник Каждую драку Они вроде бы Не проигрывают Но и не выигрывают Один-один в размены Естественно не то что вы хотите Потеряли игрок Потеряли глу Но этим ты Трон не сломаешь Да Однозначно Абсолютно И что еще могу сказать Что Немножко неудивительно Для меня то что Оники вылезают Все время далеко Так кибой Снова должны поймать Ульта от хуфры пошла Но кибой великолепно Через второй свой скил Уворачивается Из подкаста соперника Конечно механик У этого парня На невероятном уровне Нож не хватает Одно и две тычки В прошлой драке Аналогичная ситуация Буквально Кто-то еще бы Скинулся по нему И Чуба уже Никуда не ушел Но вынужден отступить И следующий лорд Будем ждать его Снова драк Если Мобазейну Третий раз получится Пересмагить соперника Это будет Максимально интересно Да Это будет Это будет именно так Дальше что мы видим Сейчас Игроки команды Оник Занимают позицию И будут искать возможности Для того Чтобы что-то сделать Со своей стороны Наконец-то Впервые Через инициацию Пошел инвиз Игра по Мобазейну Ульта Чуб Мобазейну Очень много урона Сейчас От Ив И да Забирает Наконец-то Забирает Первый килл Очень быстро Именно игроки Из Индонезии А ведь это Лорд Без жанглера Сложно Остался один Но Базейн Без поддержки И тут же Его наказывают Ну вот как так Чу Ищет еще цели Но опять же Команда далековато Бэйсикс находится В абсолютно Нестандартной позиции Ну а как играть-то Сейчас И все-таки Без лесника Будет сложно Санс использует Второй скилл Вылезает Кэри Играет по Кроку Сейчас ульта По Кроку идет Кроку должен отходить Ультует в свою очередь Но Кэри забирает Забирает Кроку Великолепный старт Еще и Кибой Выбивает сейчас Воскрешение Да он возрождается Но этого мало Бэйсикс А Си-Ви Просто трон Си-Ви Уничтожает троны Об этом Не знал Абсолютно никто Си-Ви Об этом знал Только и все Коварин Хитерый коварин Коварная атака Но позволяет Заработать себе Первую победу Команда Оник Все-таки Выравнивает счет И Сейчас появляются Нагистравные шансы На дальнейшее Продолжение Этой серии Да Очень хорошая игра От Оник Которые Которые сказали Что у нас есть Пик Который мы будем Отыгрывать И будем максимально уверены Показывать сейчас Раздевалку Но это именно Именно Для команды Оник Сейчас тренерский штаб Показали Завали Не очень любят Показывать проигравших И это можно понять Интересный вопрос Наверное То что Так долго выстраивали План на победу Так долго защищали И все упирается В то что Мобазайн погибает Прямо под лордом И дальше вы уже Не можете Хотя Кэрри попыталась Ввести это В какой-то более-менее Равный по героям Хотя бы счет Она вырубила Грока Она попыталась Забрать Чу Которого было Возрождение Но в это время В это время Что делала остальная команда Не совсем понятно Север по верху Потихонечку Помаленечку Отправляется На защите Никого нет И просто Под этого Иногда ты Не замечаешь Таких ситуаций Но Москва Слишком мало Времени нужно Для того Чтобы уничтожить Главное здание Своих оппонентов Поэтому С этим Он справился В этот раз Великолепно Да Любит именно В Индонезии На Филиппинах Вот такие Вот яркие Окончания Зайти сбоку И выиграть Уже видели Монатоника Подобную ситуацию Кстати На этом чемпионате Кэрри по-моему В трон Зашла И быстренько С ним расправилась Здесь аналогичная ситуация Новый герой Вот Москов Первую игру Раскачивался Тоже выдавал Очень страшный урон Но вот До трона Пока не дошло Во второй игре Уже Еще сильнее Он стал себя реализовать Мы видели Он и урон выдавал Очень жесткий По героям И по вышкам И вот сейчас По трону И в общем Становится вне конкуренции Вы же друзья Не забывайте Про боевую ночь 21 января Для вас После того Как пройдет М4 Будет отличная возможность Получить еще больше скинов Опробовать всех героев Бесплатно Получить себе Защиту рейтинга Получить дополнительные звезды Все это для вас будет Во время боевой ночи Которая пройдет 21 января Так что дерзайте Да Очень-очень скоро Поэтому Заходите обязательно И получайте бонусы Преимущества И приятные сюрпризы А мы вернемся Ко второй игре Безусловно Она шла По тому же Самому сценарию Что было у нас И в игре номер один Единственное Вот самый старт Конечно отличался Потому что в этот раз Самый старт Себе забрали Оники Не было вот этих смертей От игрока Эксплейна Команды Из Индонезии И поэтому Стало немножко попроще Для них Но После выхода В мидгейм Опять же Оники немножечко Доминировали над своими соперниками Но потом В очередной раз Как только остается Одна вышка На базе Команды Моба Зейна Собирается И Ищет возможности Для того Чтобы навязывать Свои файты Были у них моменты Когда они чуть-чуть Были впереди Были моменты Когда они ловили соперника Но Та же самая комбинация Кэрри плюс Куфра Работает очень хорошо Однако Ошибка От Моба Зейна Привела К негативному результату Именно для его команд Были на самом деле Готовы В дальнейшем Когда мы помним Пытались убивать Грока На верхней линии Хуфра Скорее как раз ждали И тут же команда Оказалась рядом Да, Грока забрали Но вот Забрали Кэрри И ничего Полезного Для себя Воли Не вынесло Выход по вышкам Какой-то Не был организован На выход Под Лорда Тоже уже неудачно Было делать И В этом плане Оник очень здорово Применяет Какие-то Контрмеры К попыткам выхода Вот этой Стратегии Мы видим Что стата у Кэрри Очень хорошая В этот раз 6-1-12 18 к 1 Несмотря на то Что Карина Забрали ему На очень ранней стадии Соперники видели Против какого лесника Они будут играть А у Мобзейна 0-7-4 Совершенно дичайшая Нестандартная стата Которая полностью Выбивает его Из топа По КДА Этого турнира Он напомню Был На очень высоком Третьем месте Здесь история такая Что у нас была Прошлая игра Прошлая серия Бестов 5 Где Здесь не прямо Один в один пики Но похожие пики Были реализованы Первую игру проиграли Вторую игру тоже проиграли Команда РРК Здесь наоборот Геометрально противоположная Ситуация На ОНИКе Показывают Что нет Вот мы Внимание обратили Именно на этот пик И он должен быть Мы немножко его Подкрутим Берем Чу Вместо На Ласт Пик И показываем Что это Все равно Работает Показывает Статистику По командам Конечно же Урон По башням Очень сильно Отличается Это Третий у нас Параметр Тридцать четыре тысячи Против трех тысяч Трехсот семьдесят В десять раз Ровно Разница И в данном случае Завалий не смогли Перевернуть игру В свою пользу Ну да Безусловно Общий класс ОНИКов Выглядит Как Доминирующий Над своем оппонентом Но вот Завалий Просто играет Немножко по другому Они всегда Ищут возможность Перевернуть Не просто выиграть С самого начала А перевернуть Против супер топ соперников Если в первой Получилось То во второй нет Ну ты Санс Два раза Появляется По урону По ассистам Подключение По тимфайтам Мы помним На прошлой карте Он нанес Сто семьдесят тысяч Урона на Ив Может быть Все-таки Ив Исключить Как-то из пулу героев Потому что Выглядит Ну очень невероятным Что-то Слишком большое Да Видится В этом персонаже В два раза Дамага Когда больше Чем у любого другого Это как-то Значительно Превосходит Ожидание Не правда ли Поэтому Они На чемпионате мира Очень грамотно Умеет Использовать Замедление Ив В том числе Пока там Сиви Ну конечно же Это Москов Мвп Потому что Он закончил игру Он практически Не умирал Сам по себе Он очень мало Ошибался Не было вот этих Впрыгиваний На Москове Знаешь Как в соло рейтинге Когда там В пять человек Впрыгнул Такой А я на Москве Сейчас всех убью Но нет Сиви Похоже Знает Что Так делать Не стоит 838 Хорошая Кда Участие Почти Во всех Киллах Вдохновение Как скилл И предметы Итимизации Вы можете увидеть На своих экранах Успел понять К топ 6 Что в соло Умирать Когда команда Где-то в другом месте Определенно Не стоит И возможно Благодаря этому До сюда И добрался Да Через бесконечную битву Не собирают Очень часто В рейтинге Это видно Что берут игроки Но ему нужна Скорость атаки Ему нужно Максимизировать Именно свой ДПМ И поэтому Вот именно Такой вот билд Плюс ко всему Он очень хочет Через Говорящий свет Ром отыгрывать Не знаю Как быстро Появляются Эти билды Но вкладка Билды профессионалов Есть Топ игроков Не профессионалов Если профессионалов По другому было бы Там по другому Да Все таки Я что-то проглядел Ну Тем не менее Я думаю Кто-то из топ игроков Тоже подобное будет Тестировать И вы определенно Эту сборку Заметите Я вот вчера Листал Ютуб И там Была уже Кто там От RRQ Леонида По-моему А Ланселот Ланселот По-моему Кого тут показывали Точно не вспомню Но об этом Попозже Если что Еще расскажу Конечно же Но вот Сам факт Что этот турнир Влияет на мету Влияет на то Что происходит В обычных играх Уже Нельзя Недооценить Вот эти Какие-то Специфичные Сборки Они тоже Имеют место быть И в дальнейшем Возможно Она станет топ-1 Сборкой На этого Москва Поэтому Стоит обращать Внимание А мы давайте Обратим внимание На хайлайт Да Что как-то Как-то зачищаться Очень-очень Долго У них Получалось Сделать Но К вопросу О том Насколько Цена ошибки Важна Если ты где-то Умер В соло И если ты Это сделал Допустим На десятой минуте Ладно Это еще Можно Отыграть Но если ты Умираешь Прямо Под лордом В момент Когда у вас Осталась Т1 Вышка Здесь вы уже Остальная команда Просто не справится С таким натиском Да Мы видим Что вот тот Стоит